Почувствовать вечность, заключенную в камнях, из которых сложен этот форт. Слушайте колокольный звон, гармонизируйте себя и не болейте. Но с точки зрения интерьеров, какие-то предметы вызывают большой интерес. Ты меня пугаешь своими познаниями в области инквизиции. Доброе утро, друзья! Решил прогуляться по утру по Валетте. Это всегда так довольно интересно, наблюдать, как город пробуждается. Правда, я это редко делаю. Тем более интересно, когда это получается. Особенно, если это утро субботы. Потому что в пятницу они так конкретно здесь гуляют. Все до трех. Хихикали, хохакали. Это даже на нашем шестом этаже было слышно. Но сейчас народу значительно меньше. Очень красивый свет. Открывается церковь, кафе. Где-то шумят кофемашины. Где-то что-то убирает после вчерашних гульбищ. Ну, в общем, это довольно интересно. Но главное, свет. Я не понимаю, что здесь не так. Но здесь действительно вот какое, извините, дерьмо не фотографирую. Получается шедевр стрит-стайла. Именно вот из-за какого-то удивительного света, цвета, отражения. Может быть, действительно, цвет отражается от этих фасадов из медового, мальтийского, известняка. И получаются вот такие вот фотографии. Мы сегодня скатаемся еще на другую сторону, через Великую Бухту, Великую Гавань. Погуляем там, посмотрим что-нибудь интересное. Ну, а вечером у нас вылет. Да. Так что наше короткое путешествие уже подходит к концу. Но сегодня будет, обещаю, интересно. Поэтому можете прямо сразу поставить лайки. Ну, а уж если разочаруетесь, то уберите в конце. А вот прогулку. Вдоль форта Сан-Эльмо. Интересно, Эльмо это Емельян типа. В общем, вокруг форта святого Емельяна, который защищает обе гавани и главную Ислиемскую. Лучше, наверное, действительно с утра. Во-первых, не так жарко. Хотя уже жарко. Во-вторых, совершенно нет народа. То есть здесь можно прямо и почувствовать силу и красоту. В море, омывающего Мальту. И вечность, заключенную в камнях, из которых сложен этот форт. Ну, а там, кстати, мол и мост этого же самого святого Эльмо. По Молу не прогуляться, мост закрыт. Но зато можно прогуляться вдоль такого вырубленного, буквально, такого прохода вдоль всего форта. Я, правда, не знаю, как там выйти. Но спуск сюда тоже так не очень очевиден. Скажем прямо, значки не стоят. И встретил я всего здесь пару людей. Ну, выйду на той стороне и покажу. А для этой стороны поставлю точку и будет в описании. Так что читайте описание, там много полезного всегда. А с этой стороны форта уже не так все аутентично. Здесь уже есть дорога, ездят на машинах рыбаки. Ну, рыбаки, конечно, неплохо. Вот машины, помойки какие-то. Ну, в общем, смотрите, уже, конечно, не так круто. Поэтому, наверное, все-таки, чтобы не испортить впечатление, лучше зайти с правой стороны вдоль главной гавани, дойти до моста и лучше вернуться обратно. Потому что здесь уже, конечно, так. Ну, вот, даже стенку реставрируют. Итак, как пройти туда вниз с другой стороны? Идете по Old Bakery Street в сторону моря. Здесь у кафе Sullyport, кафе-пиццерия, такая вот красная история, она закрыта. Поворачиваете налево, там до упора и через арку, через туннельчик небольшой выходите прямо к берегу. Ну, и вдоль форта следуете до моста. Ну, а там уже красота. Ну, в общем, можно с одной стороны, можно с другой стороны. Но с той стороны интереснее, мне показалось, по крайней мере. И так, мы переплыли через большую гавань мальтийскую. Из Валетты, так называемые, три города. Ну, сложно их назвать городами, потому что вот это вот один, а вот через такую заводь, бухточку, другое. Там Сенглея, здесь Витариоз. Дальше, точнее, здесь уже Бормула, а Витариоза, она вот там. Ну, то есть, как бы, вот эти вот городки, они один в другой переходят. На самом деле, по большому счету, являются просто микрорайонами. Так, да, что у нас сегодня? Сейчас мы идем в дворец инквизитора местного. Ну, и попробуем попасть все-таки на территорию сопредельного государства, то есть на территорию мальтийского ордена. В общем, вот такой план. Парковка яхт не хуже, чем в Монако. Причем, мне понравилась одна, у которой такая супер яхта. Название План Б. Ну, и так, да, чувство юмора, такое своеобразное. Ну, в общем, у каждого настоящего миллиардера должен быть план Б, чтобы вовремя отвалить. Например, на Мальту. Ну, иди расскажи всем про колокола. Хорошо, раз не будешь, расскажу я. Здесь постоянно бьют колокола во всяких церквях. Непонятно иногда даже по какому расписанию, потому что такое впечатление, что бьют они всегда. Да, Анна? Нет, они бьют не всегда. Есть определенный... Все-таки расскажет. Есть режим литургии. Но, кстати, об этом есть смешная история. Считается, что в свое время католическая церковь расписание литургии потеряла просто. Ну, просто потеряла. Так. И разные монастыри придумали свои собственные правила. Во сколько нужно звонить, как именно, в каком ритме. Ну, вот, поэтому иногда они не совпадают. Например, там, у доминиканцев, там, где-нибудь, там, во Франции они будут бить в одно время, там, у мальтийцев, там, у францисканцев будут бить в другое время. Просто потому что они придумали свои графики. И они так и не договорились. Они спорили очень долго на эту тему. Ватикан пытался навязать всем единые правила. Но все же сами, главное, они, как бы, все равно делают все по-своему. Вот. И считается, что колокольный звон обладает целительной силой. Есть даже легенда о том, что в свое время именно колокольный звон изгнал чуму во время Великой Эпидемии чумы. Потому что непонятно как, но доказано, что зоокола связываются с биоритмами. Ну, человеческого организма и гармонизируют. Гармонизируют биоритмы, включается иммунитет. Внутренние, да. И считается, что поэтому, как бы, каждая литургия, она имеет свой ритм, свою продолжительность, свою громкость. Потому что ритмы организма человеческого работает все время по-разному. То есть в 5 часов утра это одни ритмы, в 12 часов дня другие ритмы. И вечерняя литургия это третий ритм. Очень интересно. Все это полезно и не раздражает. Даже ночью не будет. Да, в общем, слушайте колокольный звон, гармонизируйте себя и не болейте. Продолжаем изучать традиции и особенности национального быта. Очень нас заинтересовали вот такие вот калиточки напротив некоторых дверей. Ну, особенно зажиточных домов. Есть предположение, что они нужны для того, чтобы животные не заходили, когда хозяева хотят открыть дверь и устроить сквозняк и проветрить. Какие животные? Я кроме кукарачи здесь никаких диких животных не видела. Может, это большая кукарача там пытается? Он пойдет в любом случае. Он здоровый, да, но он пойдет. Так, хорошо, какие версии? Бездомные животные нет, мы не видели таких. Хотя в этом форте Сан-Тельма там очень много котов. И вообще даже в одном пэтшопе, в магазине для животных, было объявление, что купите баночку также для котов форта Сан-Тельма. Так что вполне возможно, что это... Ну, может, это просто от негодяев, чтобы просто не шлялся никто. Тем временем мы пришли к дворцу инквизитора. А здесь какой-то собор, колокольный звон, чувствую гармонию прямо вообще. Прикольно. В общем, друзья, колодец прямо в кухне. Ну, и вообще, как во многих зажиточных дворцах того времени, холодный цех, где все готовили в холодном виде. И, можно сказать, горячий цех. Но он так архитектурно напоминает современной нашей кухне. Это очаг с витюшкой. Слева плита. Да, то есть, можно там было ставить какие-то кастрюли, какие-то казаны, мойка и система хранения. То есть, классическая, пообразная конфигурация кухни. Это печь хлеб, это вертел, а там тушили и варили. И до сих пор, судя по мерцающим лепесткам огня, готовят. Но самое здоровое, действительно, то, что здесь прямо внутри источник получения воды для готовки. То есть, колодец вот прямо здесь. Это интересно. При том, что люди в Средневековье были значительно меньше, чем мы. Ну, например, такая музей-булличная кроваточка была в инквизиторах. В общественных пространствах или в пространствах, где принимали гостей, с масштабом мебели, конечно, играли, будьте любезны. Потому что, ну, вот так вот на картинке и не понять, какого размера вот этот вот комодик, тумбочка. Ну, то есть, такой внушительный предмет мебели. Ну, так, но зато соразмерно высоким потолкам. Потолки, кстати, здесь действительно очень интересные. Роспись вверху по фризу, ну, а сами потолки деревянные, балочные. Да, ну, в общем, не сказать, что как-то сильно интересно с точки зрения истории, но с точки зрения интерьеров какие-то предметы вызывают большой интерес. Вот дикарь, комодик. Это кафедра, оказывается. Вот здесь дверка, она открывается, туда человек залезает и оттуда вещает в проповеди. Ну, или что-то, в общем, вещает оттуда. Комодик. Играет с масштабом, блин, такой еще идею подвел. Очень интересный фильм, показывающий все этапы строительства и перестройки этого дворца. И вот мы внизу как раз обратили внимание на то, что арки и своды так пересекаются, ну, как будто не было так задумано, так действительно не было задумано. Все это происходило в результате перестроек. Вот этот фильм, он буквально в хронологическом порядке показывает, как это все происходило. Это очень здорово. Ну, и вообще, нужно сказать, что с каким-то интерактивом в музее все очень неплохо, что, конечно, добавляет определенного эффекта присутствия. Ну, а сейчас пойдем посмотрим камеру пыток и тюремный комплекс. Ну, он же все-таки инквизитор. Заходили сюда вот через такое маленькое отверстие, можно сказать, абсолютно на карачках. Ну, то есть заранее уже готовили людей к тому, что они должны склонить голову и виниться. Целая комиссия? Ну, конечно же. Главное, инквизитор, наверное, каприол и так далее. Все, кто принимал участие в ситуации. Ты меня пугаешь своими познаниями в области инквизиции. Может, я в то время какая-то была, наверное, пристал перед этим, вот прибывала. Камера пыток сейчас на реконструкции. Видимо, реновируют к тому, чтобы снова, с новой силой воспользоваться. Очень интересно. Но орудия пыток выставлены в тюремном комплексе. Часть орудий пыток. Редактор субтитров А.Семкин Довольно интересный, мне кажется, дворец. Что его отличает, точнее, делает его единственным. Это то, что он единственный, который открыт для публичного посещения. Все остальные, видимо, по-прежнему заняты инквизиторами. Наконец, выводились. Да, наконец, выводились. Поэтому будете здесь, обязательно сходите, забьете флаг. Как были во дворце инквизитора. Обязательно посетите камеру пыток. И осмотрите тюремные камеры. Женские, мужские. Рекомендую. Найдите всем отличным. Интересно, а какая-то связь есть? С тем, что самые крутые яхты запаркованы именно здесь. В форте Сант-Анджело. Что-то эпицентское и есть. Итак, мы в форте Сант-Анджело. Ну, естественно, форт целиком не принадлежит мальтийскому ордену. Ему принадлежит только часть, которую арендует он в этом форте. То есть, вот, собственно говоря, она здесь и находится. Вот знак, герб суверенного военного мальтийского ордена. Вот здесь резиденция и находится. А все остальное, это по-прежнему Мальта. Так что вот туда, за забор, мы, к сожалению, не попадем. Поэтому, ну, в итоге-то флаг и не забили. Может, попробуем? Может, попробуем? Не знаю. Ну, в общем, да. Мне кажется, это самая несложная граница, которую можно нелегально пересечь. Но мы все равно сегодня улетаем. Да, все равно сегодня улетаем. В общем, такой лайфхак, кстати, когда приедете сюда в Витариозу, пойдете в дворец Инквизитора или в военно-морской музей, или сюда, покупаете так называемый комбо-тикет, потому что он стоит 13 евро, а отдельно билет стоит, соответственно, 6, в морской музей 5, и сюда 8. Ну, то есть, даже вот если вы два каких-то скомбинируете, то получится выгодней. Ну, если, конечно, вы не будете комбинировать военно-морской музей и дворец Инквизитора, то есть, если вот форт вы скомбинируете с чем-то одним, то будет либо так же, либо выгодней. А если все три посетите достопримечательности, то, блин, буквально заработаете. Как всегда, сэкономил, как заработал. Ну, и, конечно, отсюда самый козырный вид на Валетту. Ну, вот, как всегда, для того, чтобы увидеть за деревьями лес, нужно выйти из леса. Ну, вот, смотрите, класс! Друзья, вообще, пока никто не видит, мы все-таки побываем на территории суверенного ордена. Ну, и, конечно, как и любую крепость, форт окружает легенды. Мне понравились три из тех, о которых рассказано здесь, в экспозиции. Первая, она связана с цветком, который называется рыцарская роза, и который считается то, что растет только здесь, и цвел только здесь считалось то, что он орошается кровью рыцарей. Ну, действительно, сам цветок на самом деле существует и похож на мальтийский крест, вот этот восьмиконечный крест. Вторая легенда, она связана с захватом форта Сан-Тельма османцами. Ну, вот, они были такие злобные, то, что они обезыглавили оставшихся защитников форта Сан-Тельма и прибили их к плотам и запустили плавать здесь вот по главной гавани. В ответ мальтийцы, которые находились как раз здесь, в форте Сан-Танджело, они отрубили головы всем пленным османцам и выстрелили их в сторону Сан-Тельма из пушек, ну, вот пушек, которые мы уже с вами видели. Ну, и третья такая, более романтичная, она называется Серая дама. Это привидение, которое, говорят, до сих пор здесь находится в форте Сан-Танджело. Это девушка, которая была любовницей одного из, скажем так, резидентов форта. И когда этот резидент понял то, что его жена скоро обнаружит, что у него есть любовница, он приказал убить эту девушку. И вот она осталась привидением здесь, ходила, пугала всех и ходит до сих пор. Не верите? Приезжайте, проверьте. Ну, и форт, конечно, военное сооружение, поэтому здесь внутри, в бараках, размещался гарнизон. Ну, и вот здесь воссоздан незатейливый быт постояльцев, можно так сказать, солдат, которые в таких довольно аскетичных условиях здесь жили и служили. Ну, да, интересное сочетание. Уместное. Уместное. Паровоз. Ну, кстати, по поводу паровозов, а точнее транспортных средств, а точнее того транспортного средства, которое нас отправит сегодня обратно на родину. Так вот. Доставит. Да, доставит. И не отправит. Доставит. Так вот, оказывается, Air Malta, ну, просто какие-то, я не знаю, скруджи, что ли, ну, вообще просто жуть. Багаж, он не входит в тариф, и если вы хотите оплатить его отдельно, то в одну сторону стоит 60 евро. 60. Это если вы заплатите онлайн заранее, а если в аэропорту, то 80. То есть таких грабительских тарифов я не встречал ни у кого. Ну, так, для справки, онлайн покупка багажа у Львганзе стоит 25 евро на рейсы в Европу. Крепко подумайте, прежде чем покупать здесь бутылочку местного локального вина. Да, то, что, конечно, лучше укладываться все-таки в рамке наручного багажа, особенно если вы путешествуете ну, вот на такие короткие какие-то промежутки времени, как мы на три дня. Ну, 60 евро, вообще кокнуться может. То есть это туда-обратно 120 евро за чемодан. Притом то, что сам билет, да, то есть там стоил 140 евро на человека. Обалдеть. Ну, вот, друзья, наше мальтийское путешествие подходит к концу. Ну, это было такое коротенькое путешествие, всего на три дня, на две ночи. Надеюсь, вам было интересно, нам было очень интересно, и мы, конечно, готовы еще раз сюда вернуться, чтобы исследовать уже остров Мальту целиком, и, может быть, съездить еще и на Гоза, и Камини, потому что за три дня только изучить валету, и вот близлежащие вот эти городки, которые располагаются на других берегах бухт, которые, собственно, эту валету и формируют. Симпатичный городок, симпатичная страна, симпатичная архитектура, приятные рестораны, и самое главное, что приятные люди, поэтому рекомендую, заезжайте, потому что как-то вот в последнее время, мне кажется, Мальта совершенно недооценена. Ну, не такое популярное направление для отдыха, как было раньше. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и у вас информации о Мальте больше. Если так, если есть чем поделиться, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а вообще, подписывайтесь, оставайтесь с нами, увидимся скоро в следующих путешествиях, и будет не менее интересно. Всего пока! Друзья, небольшой по скрипту, ну, немножко гадкого, автобус в аэропорт уехал на 5 минут раньше, в итоге мы вынуждены были ехать на такси, но у таксистов не принято здесь включать таксиметры, они придумывают какие-то цены на поездку в аэропорт без головы. Сначала 20 евро, потом говорят, ну, может, 18, но в итоге за 15 отвозят, так что это иметь в виду. Либо заказывайте вот этот Е-Кэпс, это аналог Uber местный. Да, это вот, что касается, как бы, таких вот нюансов. Да, сайт AirMalta, как бы, работает через жопу, нам прислали только один посадочный, в итоге мне пришлось получать посадочный печатный на стойке, что тоже, как бы, добавило определенного перца, как бы, в завершение нашей поездки. Ну, тем не менее, было и хорошее. Рестааран, в котором мы выжинали перед отлетом, замечательный. Я ссылку оставлю в описании, потому что могу рекомендовать его. Действительно, было очень вкусно и за очень разумные деньги. Ну, и вообще, мы встретили свадьбу, настоящую мальтийскую свадьбу. Очень красивое, такое впечатление, что все мерседесы, которые есть на острове, они собрались на этой свадьбе, и это было довольно мило наблюдать. Да, и старый, как бы, такой вот, скульный автомобиль, и даже дрон летал они. Ну, в общем, все по-серьезному. Вообще, вроде как говорят, встретить свадьбу, отправляясь в путешествие, это хороший знак. Ну, в общем, мы сюда еще все равно вернемся, несмотря на то, что, что касается транспортной системы, у них тут, по-моему, блин, хуже, чем у нас. Ладно, все, пока. Пока.